Ученые США, включая специалистов по криптозоологии, высказывают предположение о наличии в реке Гудзон гигантских рептилий. Информация о необычном крупном существе начала распространяться с конца 19 века. В тот период англосаксы, которые переехали на новые земли, в значительной мере полагались на ресурсы Гудзона, который обеспечивал их пищей. С течением времени, хотя значимость и влияние этой водной артерии снижалось, рыбаки все еще продолжали ее активно использовать. Однажды произошел инцидент, который стал ключевым моментом для местных исследователей неизвестных видов. Некое неопознанное существо длиной до 10 метров вызвало опрокидывание лодки. Его характеризовали как черное, похожее на змею существо с многочисленными выростами, похожими на водоросли и раковины. При этом у существа было относительно стройное, но мускулистое тело. Голову увидеть не удалось, поскольку рыбаки испытали сильный испуг. Хвост существа отличался от рыбьего, сужался к концу и не имел плавников, а кожа тела была гладкой, без чешуи, аналогично змеиной. В течение 20 века на Гудзоне зафиксировали еще несколько подобных встреч. В 1970 году о существовании таинственного существа стало известно и мэру Нью-Йорка. Он настолько был потрясен увиденным, что приказал поймать монстра. Рыбакам иногда удавалось вылавливать рыб весом до 200 килограммов и длиной в 2,5 метра. Но схватить то, что хоть отдаленно напоминало бы упомянутое существо, не получалось. Но попытки продолжались. А в 1978 году произошло нечто поразительное. Рыбакам удалось поймать в сети монстра длиной 7 метров с удлиненной плоской мордой и крупными оранжевыми глазами. На теле существа было два плавника и ряд острейших выростов за головой, напоминающих капюшон. Группе удалось извлечь существо из воды, но благодаря его остроконечным выростам змею удалось разрезать сеть и освободиться. Еще одним запоминающимся моментом стал рев монстра, глубокий, с переходом в неприятный звенящий звук. Это событие осталось единственным случаем непосредственного контакта людей с так называемым гудзонским феноменом. Последующие зафиксированные встречи с ним происходили исключительно благодаря использованию эхолокационных устройств или были осуществлены визуально с поверхности воды. В 2006 году группа океанологов была приглашена для проведения подробного изучения водной массы реки. С применением технологий эхолокации того времени исследователи провели сканирование обширного участка этого водного потока, однако не обнаружили никаких крупных существ, превышающих длину 2-3 метра. В 2018 году после трех случаев наблюдения неизвестного существа на поверхности воды власти инициировали новое исследование. В ходе этого мероприятия были зафиксированы две особи неустановленного вида длиной 4,8 метров соответственно. Снимки, полученные с помощью эхолота, позволили определить форму тел этих существ и исключить вероятность, что наблюдаемые объекты являются стаи рыб. Обнаруженные существа имели вытянутое тело с толщиной не более 80 сантиметров до 1 метра. Эти особи были найдены недалеко от места, где река впадает в Лоуэр Бэй. На основании этого ученые предположили, что данные существа, скорее всего, относятся к морской фауне, а не к пресноводной. Цели, с которыми эти организмы попадают в речные воды, остаются неясными. Недавно группа туристов стала свидетелями очередного появления длинного темного существа в водах Гудзона, сумев зафиксировать это на фотографии. Водный обитатель обладал высокой гибкостью тела и передвигался с легкостью, напоминая змею. Его длина была оценена примерно в 6 метров. На полученных изображениях отчетливо виден хвост существа, тогда как голову различить затруднительно, если это вообще была голова, а не еще один изгиб туловища. Туристы, конечно, были поражены этой необычной встречей. Но все же остается вопрос, кто или что это существо на самом деле? Рептилия, особо форма рыбы или что-то иное? Океан до сих пор остается малоизученным и может скрывать в себе множество загадочных форм жизни, одной из которых является таинственный монстр Гудзона. А вы что думаете, динозавры не вымерли? Напишите ваш комментарий, подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на телеграм, так вы точно будете в курсе всех новых роликов на канале. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok